В общем, до Икеи дойдем. Очень красивый райончик. Станция метро Парелли. И поехали! Ну вот это станция метро Парелли. Ну, классная станция метро. Такая пересадочная. Не знаю, вот там вот. Ой, будьте здоровы! По-французски это Ate Suède. И вот тут вот в эту сторону. Сейчас будем прогулочку сделаем до Икеи. Посмотрим, какая она французская Икея. Вот здесь вам такой фонтанчик. И хочу, как всегда, я люблю архитектуру. Хочу показать архитектуру такую и строящуюся. Или может быть... Ну, она так, в принципе, современная такая. Красивенькая. Вот. Ну, хороший райончик. Близко к центру. Вот тут вот от этой станции одна остановка вообще до... Или две. Ну, в общем, до станции ЖД Венесье. Ну, и в центр тоже. И... И что? Ну, такое вот тоже место, откуда можно везде и в город уехать, и туда, и сюда. И вот здесь вот по пути. Сейчас пойдем, поснимаем в сторону Икеи. И там очень красивый такой райончик. Ну, это тут вот сдается, да, например, какой-то локал. Локал. И вот мне нравится очень в современных домах. Вон красивые такие большие терраски. Но этот дом тоже достаточно новый. Что-то там немного посадок. А так, на таких террасах французы очень любят выращивать целые сады Семирамиды, Жордены. О, ну вот, маленькие. Но убирает. О, парнишка убирает. Тут просто что-то грязненько как-то. А, ну, они убирают. Все, понятно. Они полностью там в саду все чистят. И убирают, да. Поэтому все повыбрасывали. Мусор подстригают. Ну, вот. И вот там вот впереди Икея. Тут еще внизу такая площадочка для каких-то активностей. И там внизу тоже можно гулять. Там какие-то вон лазилки. Ну, вот и нравится мне. Вот тут такая дорожка. Вот эта парнишка работает. Убирает. Что-то стригут газоны. Убирают из-под листвы мусор. Там вон всякие какие-то тренажеры. Вот тут с камнями. А, ну вот они сейчас все подстригли. Вот эти вот кусты. Занимаются тоже обустройством. Ой, собачки-ляпочки. Так, мне надо вот так вот как-то сделать. Ой, я сняла, короче, штатив. Вот такие собачки-ляпочки. В общем, сейчас посмотрим. А, ну и вот хотела показать. Вот тут современная типа архитектура такая. Мне нравится. Очень простая, графичная. И там вон строят еще. Тут информационный стенд. Ну, сейчас просто посмотрим. Тут как бы... Вот. Так, Леруа Мерлен, Икея тут. А, тут собачки гуляют. Ничего себе. Ой, собачка красивая. А, ну вот эти, короче. Вот эти тут тоже какие-то лазилки. Там человек стоит. Сидит, то есть. Ну и прогуляемся сейчас, посмотрим. Там еще мне нравится дальше. Так симпатичный райончик. Тут построиться тоже все будет обустроено, ухожено, красиво. Тут кто-то или из Леруашки, или из Икеи. А, из Леруашки там логотип Леруа. Корзинку оставил. Наверное, машина здесь припаркована была. Ну, странно. Знаете, а некоторые прям с тележками, тележки прям из дома берут такие мощные строительные. И с ними на транспорте ездят там за мебелью. За какими-то тяжелыми вещами. И вот тут вот стройка ведется. Тут будет еще вот такой вот красивый комплекс жилой. Вот с такими вот квартирами классными. И на этапе стройки, конечно, это все, как бы, с одной стороны, недорого, но, как бы, достаточно выгодно. Потому что квартира, когда новая, ну, приятно, конечно, в новом таком комплексе жить. Ну, вот здесь вот сейчас я вам и покажу, кстати. Вот здесь есть маленький анонс. Анонсы, как это будет выглядеть. Вот так это будет выглядеть. Ну, вот, и видите, вот эти все огромные катки с деревьями. Это они прям, вот это у них, они практикуют очень много. Прям на больших таких террасах просторных они прям деревья сажают. И оливковые, а в огромных таких тяжелых кадушках. Разные. И вот давайте посмотрим. Вот этот строительный комплекс. Л'Аршипель. Л'Аршипель. Арши. Арши. Но Арши это что-то архитектурное. Пле... Так, Куартис. Куартис. Лави лавек. Вю сурдема. Взгляд в будущее. Ну, то есть какой-то высокотехнологичный, видать. Это я, ваша супермодель, суперблогерка. Если что, у меня тут штатив есть мощный вместо гильотины. Так, что у нас тут? 66 квадратных метров с террасой. Начинается стоимость от 164 евро. Ну, вот на этапе строительства. Но я думаю, что сейчас уже дороже. 50 метров квадратных. Начинается от 140 евро. Без террасы. Ну, вот с террасой. Я вообще хочу дом, наверное. Но квартирку тоже можно. Можно дом и квартирку. Вот это вот вообще прекрасный вариант. Но у меня такое ощущение. Я вот позвоню им, узнаю. Вот эта фирма. Еще это на момент. ВПВ, контакты. Так, но сейчас, говорю, вот вы можете сконтентироваться вот так. Мне интересно, да, сколько сейчас стоит. Я думаю, сейчас подороже. Это было на этапе котлован, наверное. Потому что это очень хорошая цена. Тут очень хорошее место. Очень красивый район. И здесь все построится. Все облагородится. И будет очень тут круто. И около Икеи. И сейчас вы посмотрите, как там симпатично дальше. Ну, Икея, да, у нее такой примитивный, дебильный дизайн. Но там вот внутри. Сейчас вы посмотрите, как там красиво. Ну, а вам, мои дорогие, хочу что сказать. Любовь вам. Любовь из Франции. Сияющая улыбка. Вашего любимейшего блогера. Вы еще поймете, что я ваш любимый блогер скоро. Ну, вот уже какие-то скамеечки такие. Ну, вот я все любуюсь дизайном. Мне нравится дизайн. Вот смотрите, какая игра светотени. Какая задумка. Вот эти полоски и тень. Вообще шикардос. Я терминатор. Давайте терминатор. Будем слушать саундтреки терминатора. И ностальгировать. И смотреть терминатора. Я сегодня терминатор. Вообще, ну, просто божественно. Видите, какая архитектура, да? А при этом какая тень. Просто гениально. И вот такие мелочи меня просто вообще вдохновляют. Я вот такие вещи вижу. А вот тут, знаете, стилистика такого. Видите, какая простота. И вот это вот бетон. И некоторые пишут, знаете, вот эти вот шумные ребята. Ну, они всегда такие. Вот они. Они еще около меня. Почему-то шумнее становятся. Ну, ребята шумные, да, ребята. Французиата. Особенно приезжие. Так, видно? Ай, тетенька. Какая тетенька. Поймать бы ее. Ой, я ее потеряла. Красивая. Мне нравятся колоритные, красивые люди. О чем мы? Ну, вот, вот такой стиль. Немножко грубый, да, бетон. Вот кто-то говорил. Ой, какая страшная сена. Какие страшные берега. Там бетонные вот такие. А это, понимаете, это новый архитектурный стиль. Вот такой вот простоты, минимализма. Экологичность как бы во всем, чтобы лишнего как бы не использовать. Чтобы было меньше. Ну, и откуда здесь гранит, ребятушки? Гранита тут нет. Гранит у нас весь в нашей любимой Эстонии. Ну, еще кое-где. Ну, идем дальше, смотрим. Сейчас маленько на паузу. Если что-то красивое, будем включаться. Не, ну, вот я хочу все равно полюбоваться вот этой простотой вот этих архитектурных форм. Ой, какая хорошенькая там девочка. Я не могу так как бы мне, как бы мне ее найти. Не, не видно. Ладно. И вот тут вот такое. А мне нравится, красиво. Ну, там какой-то дворик примитивный. Но тут прогулочная, еще такая аллейка. А, и вот, смотрите, тут... Я что-то не пойму, тут еще не заселенная. Но там, видите, какая огромная терраса. Но это может... Да, это похоже на офисная. Конечно, такая терраса, это была бы очень огромная, дорогая квартира. Да, это похоже на офисная. Ага. Ладно. Так, что еще? Сейчас вот доходим. Дали Руашки. Там будет тоже интересно. Ну, и в Икею здесь можно зайти. Ну, я сейчас вот именно архитектурный средовой еще хочу такой дизайн посмотреть. Вот, например, тоже жилой домик. Не слабый. А, вот этот мне очень нравится. Ну, сейчас против света я его с другого ракурса сниму. И там как бы как вот у парохода что-то такое пароходство как будто. Ну, это бюро алоэ, рототип алоэ. Это у нас дачу, ведь, бюро. О, какие тоже колоритные. Прям красавчики. Я сейчас сниму по другим ракурсам. Мне тоже нравится очень архитектура. Вот этого коммерческого здания, где сдаются. Так, сейчас и по другим ракурсам. А вот там, похоже, квартиры. Столики такие. Не, тоже, тоже коммерческая. Тоже коммерческая. Ну-ка. Там вон столики такие, стульчики, балкончики. Тоже коммерческая, но красиво. И вот тут с этой стороны Икея. Здесь Леруашка. И мы, конечно, посмотрим, как Икея выглядит. Что в ней продается. Такая же, не такая же. Вот, мне вот это здание тоже нравится. А, Student Factory. Это вообще какая-то студенческая. Да, тут институты. И это вообще какой-то студенческий коворкинг. Не знаю. Вот тут вечером при вечернем освещении очень красиво играет светотень и отражение. Не знаю, сейчас при таком освещении видно или нет. А вообще, там такие красивые переходы. Как будто морской какой-то пароход. Ну, очень красиво. Ладно, морской пароход. Идем дальше. Я пароход. Пароход морской ваш. Фантазер. А в Леруашке тоже интересная. Вон какое-то это, как это сказать, окно, не окно. Какой-то просвет. Ну, нравится мне. Тут скамеечки можно посидеть. Закупиться. Денежки все потратить в Икеа и в Леруа Мерлен. И посидеть на скамеечке, отдохнуть. Ну-ка, вот сейчас будет видно какую-то игру света. А, вот из тени, может быть, лучше видно. Ну, и пойдем сейчас в Икею зайдем. Посмотрим, что там. Что там, как цены. Похожи на Эстонию, Финляндию и так далее. Не похожи, не похожи. Может быть, с Россией тоже сравнить. А, еще вот тут, что фишка... Ну, тут освещение, конечно. Фишка, что они на просвет. Они вот такие воздушные эти офисы. На ту сторону тоже. Окошки. И вот на закате очень красиво смотрится. Ну, нравится мне это все. Все равно мне нравится. Ладно, пошли. Смотрю еще раз. Ой-ой. Ой-ой-ой. Пошли в Икею тогда. Посмотрим, что там. Сияние моих лучистых глаз для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, довольные и недовольные. Пишите, мои любимки. Ну, обязательно, конечно, подпишитесь. Контент развивается. Выходим в топы. Все будет красиво, интересно. И тепло из Франции для вас. В Икею пошли. Так, ну что, поднимаемся в Икею. Есть парковочка. Все такое. Ну, вы знаете, что Икея такая хитренькая. Налоги не платят. Шучу. И для того, чтобы оптимизировать налоговые расходы, у них каждый товар назван по имени реки, озера, местности, там, каждого камушка в Швеции. Вот. Поэтому у них все такое. Муль-пуль. Так, здесь туалеты, будем знать. А, ну, конечно, это заканчивается. А вход вроде начало здесь, я так понимаю. Да. Дебют для визит. Начало посещения. Вот здесь. Ну, вот эти лампы, кстати, тоже хорошо смотрятся. Вот эти серенькие. Так, там пахнет, конечно, этой столовкой. Не знаю, пойду я туда кушать, не пойду. Не знаю, подумаю. Ну, так, прошвырнемся, посмотрим. Так, вот такие желтенькие корзиночки. Такие прозрачные пакетики. Ну-ка. Да еще и денег стоит. Вот на этом только он в миллиарды евро поднимается. На этих приблудах. Так. Начало, начало. Тапочки. Тапочки. 2,99 евро. 300 рублей. Ну, им цена, конечно, 20 центов. О! Вот это я люблю такие штуки. Погоди-ка, это что для компа? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Такие я люблю штуки. Что это? Ну, конечно. Мюл-лей... Лехте. Лехет. Мюл-лейхет. Нуар черный. Мюл-лейхет. Белый. Аж при этом. На скотч. Мюл-лейхет. Как вы мне объясните, как вот сюда вот так вот ставить ноутбук или планшет или какую-то картину. Ну, прикольно. Так. 3 евро. Прикольная штука, кстати. Может, и возьму такую. Ладно, ну тут все какое-то... А, музык, мюзик. Или что это? А, это вентилятор вообще-то. Вентилятор. Ну, конечно. Жарко, да. Жарко, жарко, жарко. Так, ну что-то я затормознулась не там. Дебют для визит. О, жесть какая. Вот эти деревянные штуки. Так. Хлебница. Не, давай думать дальше идти. Ну, тут, конечно, можно бесконечно, да, снимать. Слишком много всего. О, сейчас-то будем, если что-то интересное, то тормознемся. Тут это такой кабинетный стиль. Ну, а что, вот диванчик, да? Эко-кожа. Это вот как собачонок был у меня в одном из видео в каком-то 1500 евро. Вот этот столик. Нормальный столик, кстати, 29 евро. 29 евро. Вот это тоже, я смотрела, ну, 49, наверное, десерта. 49 дорогая. Такой муляж компьютера. А, прикольно, муляж компьютера. Ага. Вот какая интересная конструкция. Это что, можно такую взять и собрать? Нет. Нет, это просто... Какая-то фигня. Так, а что здесь? В чём фишка? Так, давайте будем смотреть что-нибудь. Минус 182 евро. Икея. Ну, вот мне тоже надо будет в Эстонии кухню покупать. Тут такие, типа, какие-то эти... Это мороженое или что это? Муляжи. Даже не знаю, на что снимать, на чём тормознуться. Так. Цена. Вот такая мне нравится или не нравится. Ммм... Какая-то... 2... 376. До хрена. Да, дорого всё. Как-то, я не знаю. Нет, дорого. Даже в Икеа. Не, надо в Эстонии, конечно, в какой-то этот дешманский ехать в депо. Чё-нибудь. Французы, кстати, сами тоже гораздо мастерить, делать ремонт. Потому что всё, что... Как я в каждом видео говорю, всё, что касается человека и ручного труда, всё очень-очень дорого. Так. Тут 1700. У меня вот такая панелька, кстати, только лучше. 1712. Нет. Предыдущая... Предыдущая... Называется... Кхавберг. Кхавберг. Смешная креслица. Не знаю. 500 евро, да нафиг надо? За такое креслице. Чё я там посидела где-то на полу. Вот тут 349. Вот всё-таки, мне кажется, мне надо стать производителем какой-то сегмента мебели. Потому что чё-то как-то мебель. Интересно, а они здесь производят? Или везут откуда-то? Так, ладно, немножко посмотрим, погуляем. Что у нас тут ещё? Тут тоже диваны всякие бесконечные. Что вам интересно? Тоже какие-то микродиваны. Вот кресло. Вообще какое-то страшное, допотопное. В смысле, допотопа, что ли? 379 евро. Вот везде этот кожаный диванчик. Помните, я ходила тоже по каким-то мебельным. И там была из такой же эко-кожи собачка. А, наверное, из остатков. Не, ну из остатков я вам скажу, что невыгодно кроить. Нужно раскладку делать. Тоже в этом программе делается раскладка. И слоями всё это вырезается, кроится. А из кусочков никто не будет. Это совсем суперручная работа. Так что из остатков никто ничего не делает. О, а вот это классная, да, штука. Так, евро-49. Ага. Такую возьму. У меня ещё раньше такие были вот железные тоже такие. Уголком из Икеи тоже. Да, подставку эту я возьму. Все берут, примеряются к столу. Ну, вот тут всякие вот эти столики. Так, вот это мне интересно. Нет, не интересно. Столики, столики. Тоже 300 евро, 200 евро. 20 тысяч. Не, надо мебель, короче, делать. Только надо выбрать, чтобы производителем стать. Надо какой-то сегмент выбрать. Например, только столы начать делать. Или только вот такие. Ну, таких тумбочек до хрена везде. Ну, они любят, да, вот такие. У них как бы обязательно в квартире есть холл, так сказать. Холл обязательно в квартире. Такое огромное пространство, совмещенная кухня, где можно и... Зал, зал. Где можно и гостей посадить, и всё. И вот, и там всегда вот такие вот маленькие столики. Вот это, кстати, тоже. Сколько стоит? Вот это красная. 50 евро. Обалдеть. Такая ерунда. 50 евро. А вот это из-за чего? Из-за дизайна. И тут уже какой-то клей на лип. 80 евро. Это дизайн, видите? Латуневые эти. Такой, как лепесток. Тут такое. Из-за дизайна такая цена. И вот его ещё и собрать надо принести домой. Ну, это вообще, конечно. Ну что, нравится вам Икея? О, красиво. Красненький фон. Надо на трансляцию в следующий раз красненький фон сделать и выйти в топы, да? Потому что какие-то синие и голубые-то она в топы не выводит. В топы же выводят цвета. Красненький, да? Топ должен быть красненький. А у меня, видите, позитивные чёрненькие сегодня. Так, себя вам показала. Дальше поехали. Кресло. Кресло. Вот такая. Вот такое кресло. Такая, такая. Ну, давайте вот эту. Ерундень. Так мягко скажем. 69 евро. Вот это что вообще? Оттуда, во-первых, какие колени нужно, чтобы оттуда подняться? Вот этот красивый. Вот этот красивый. Очень красивый. Он как детский стульчик, но большой такой, широкий. 100 евро. Причём материалы, я вам хочу сказать, оставляют желать лучшего. Так, и всё это ещё собрать надо. Принести домой и собрать. А, вот это кресло-то. Вот давайте я в него сяду за 69 евро. Давайте я сейчас... Ох, что мы будем? Ох. Не, удобно. Удобно. Прикольная штука. Прикольная штука. Удобная. Но, знаете, она чувствуется какой-то хлипкой. Я не чувствую себя в нужном балансе. Вот мужчина тут, француз, и думает, хорошо ему вообще сидится или нет. Приглашает свою красотку. Ладно, поехали дальше, посмотрим. Ну, пишите там, чё, такой же дизайн, не такой же дизайн ваших, где у вас, где вы есть. Детское кресло, 45 евро. Ё-моё. Короче, подставка для телефона есть, и зашибись. Это тут выбрать можно, попикать. Чё ещё смотреть будем? Давайте кухонку ещё раз глянем. Кухонка. 2 500, вот такая. Вот это серый цвет мне нравится. Это отдельная, по-моему, какая-то история. Серый цвет. Ничего, такая поверхность, но на ней всё будет. Ну, красивый серый мне нравится. И она как бы подвесная. Подвесная, интересно. Подвесная мне тоже нравится вот такая. Да, уголок. Я может... У меня тоже вот такая панель уже установлена. Только лучшее качество у меня цельное, алюминиевое. А я вам потом сделаю обзор ремонта квартирки моей и дизайна. Там будет, интересненько будет. Так, тут ванну предлагаю. Зеркало за 215 евро. Обалдеть. Обалдеть. Так, ну вот это-то это что? Вот это что? Это что? Вот такое мне надо 10 евро. Такое мне уже сейчас надо. 10 евро это нормальная цена. Это мне надо её найти тогда там, на складе и взять. Потому что это удобно. Это её как бы не нагибаясь, ставишь и это. Сразу подметаешь и сразу в совочек. Это очень удобно всегда. Да, хорошая вещь. Вот эту надо мне взять. Ну, пошли дальше поглядим. Вот тут полочки. Так, где-то 20 евро. Вот такая полочка. Называется какой-то там. Вот эта полочка. Все полочки ещё стены сверлить. Тоже такое себе. А вот такие, может быть, и ничего. Вот со скидкой 139. Ну, это ничего. Оно крепкое, кстати. Крепкое. О, тоже со скидкой. Ещё на подставке, на демонстрационной. То есть она ниже ещё. Так, вот это что? 44. 44. Да. Ну, какие-то всё равно пылесборники какие-то. О, видите, как царапается всё сразу. Такое, конечно, всё. Ну, да, Икея-то Икея. Ну, так посмотрим, чё. 25 метров. Студия 25 метров. Вот это, конечно, иконостас вот этот с телевизором. Это вообще такое всё страшное. Тысяча евро. Тысяча евро. А что тысяча евро? Стеллажи, стеллажи, вещь хорошая. Но их тоже к чему? К стене, да. Стеллажи вообще это основная вещь. 424. Позитивный чёрный с отпечатками пальцев. 300 евро получит. Такой шкафчик. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Да, ничего. Всё, наверное, то же самое, что и везде. Что-то 300 евро. 30 тысяч такая. О! А видите, уже всё. Ну, люфты вот эти. Расхождение. Попка. Попка-медвежонка. Так, вот стеллажики мне нужны. Стеллажик, стеллажик. 149 евро вот этот стеллажик. Ещё самой собери. И вот я вам скажу, вот эти вот. Собирать вот такие вот пазловые штуки. Это такая гадость. Это так громко ещё. Вот, чтобы их туда попасть. Вот туда её забить. Потом её не вытащить оттуда, не выбить. Ну, это вообще такая жесть. То есть за 149 на вот такой стеллаж. Плюс. Плюс ещё собрать его надо с матюгами. Ну, мне вот в офис надо. В офис. Так, вот это хорошая вещь. Вот такую я куплю, наверное, этажер. Запомню, где бы её только понять, где она. Вот этот этажер я куплю за 19 евро. Мне надо в офис. Только за... Как её... Этажер. Багибо какой-то. Ну, ладно, я там посмотрю на выходе, как они все называются и выглядят так. Ну, а вот это что? 200 евро стеллажик. Стеллажики очень удобно, да, для хранения. Всё сразу поднимается наверх. Так, там мы были, наверное. Не, ну вот я вам хочу сказать, что у нас в Эстонии, в Юске, всё поинтереснее будет. И цены получше, и качество лучше в Юске. Ну, Юска, это, наверное, финская. Это что за робот полицейский? Да, что-то, что-то. Ох, такая, да. А, она ещё резиновенькая такая. А, здесь железненькая. Вау! 329. Вот это... Вы знаете, в Юске, в Эстонии можно такие кресла, там, за... Ну, до 200. О, какая штука! Ну, вы, наверное, видели такое, да? Ахахаха! Звукоизоляция, типа, чтобы там сидеть и бухтеть. И в игры играть. Закрыться и в игры играть. Ммм... А это-то что такое? А, ну вот такая тоже мне... Что? 140? Это фигня. Ну, тут тоже есть всякие магазины мебельные. Я вот в них была. Там цены даже лучше. Ну, выглядит она крепко, крепко. Вот эта вешалка. Она 140 евро. За такое... Так, шкафчики, столик. Столик хорошая высота. Вот я люблю высокие столы. 84 евро. Да я сама такое сделаю. Что ж такое-то? Сколько нам надо с вами, чтобы квартирки обставить, наши и дома? Не знаю, 1200, наверное, евро надо только, чтобы обставить. Но у меня вот замахи эти запросики. Это всё для игроков шумоизоляция. Вот теперь такие модно. О, кстати. Вот такие я могу производить. Да, кстати. Идея. Да. Ну да, надо смотреть, короче, что тут интересного. А, вот это тоже классная вещь. О, мне нравится вот это. О, классная штука. Я бы её тоже бы взяла. Только где её взять? О, суперская. Вот это классная вещь. И ещё со скидкой. 26. 2600, да, если русские деньги. Я всё равно, конечно, по привычке немножечко сравниваю. Да, вот это классная вещь. Может быть, действительно возьму. Ну, только где её найдут у нас в складе. Классная. Мне понравилось вот это. Ну да, я смотрю такие, короче, мелочёвочку. Подожди, может это стоит мудзон? А, это другая. На колёсиках стоит дешевле. А, ну это какая-то нелепая. А это что? Просто для стола. А столешницу я какую хочу сама сделаю. Да, это как бы основа. И плюс столешницу выбираешь. А-а-а. Ну, тоже. Тем более можно нужный тебе. Вот это, кстати, хорошая вещь. Крепкая. Вот это классная вещь. Я просто могу эту столешницу огромную сюда. Мне как раз типа раскроечные там дела всякие. Вот это хорошая вещь. И цена нормальная вот для подстолешницы. А чё тут разные цены-то какие-то. И можно на разную высоту. Ну ладно, я чуть тут зависла. Давайте ещё посмотрим. Так, вот. Ну. Тоже такое себе. 80 евро. Вот мне надо обшивать вот эту всю мебель. Да, интересно. Вот высокая. Классно. Высокие. 200 евро. Да что, что такое это за цены такие? Ой, для ножек ещё подставочка. А, ну вот тут. Ну всё равно они такие дешманские. Вот эти по 200 евро. Вот это 300 евро. Какой-то хлюпкая вот это всё какое-то вот такое. Не комильфо. Комильфо. Вот это громоздкое что-то какое-то тоже. 300 евро. И это всё очень быстро растянется, продавится. Это всё нереально. Вот эта столешница хорошая. Поднимается стол. Обалдеть. Вот это цена. Вот это цена. И тут вот эта вот фигня, простите. А, это она сверху лежит. Вот слава. Аллаха. Так. Это мне надо, не надо, не знаю. Так, девочек не будет снимать. Вот ещё что такое. Всё для игроков, да? Такие. Такие штуки при бомбасе. 249. 249. Ну, я люблю всё такое. Больший размах. Чтоб большие столы были. Большие помещения. Ну, не знаю, что вы хотите увидеть ещё. Так, куда нам идти-то? Мобилей, дубюро. Оттуда приходят люди, отсюда. Ну, какую-то вот мелочёвочку я присмотрела для себя. Ну, вот более-менее кресло такое. Ой, всё разбалтанка. Не, не, не годится. А, ладно, пойду дальше. Куда все люди-то идут, я не могу понять. Вставочки эти мы смотрели. Так, немножко я запуталась. Куда мы, откуда и куда. А, ну вот тут кухонные. Ну, ещё стульчики посмотрим. 69. Такой страшный. В Эстонии поинтереснее, да, будет в магазинчиках. О, что это? 16 евро. Ну, хлипкий, хлипкий на дешево. Ну, хлипкий. Так, вот это интересная конструкция. 149 евро. Угу. Французы тоже любят высокие вот такие столы и высокие стульчики. В зале обязательно такая зона должна быть. Это что, для кухни? Для работы на кухне? Хорошая штука. Дорого, 159. Маленькая. Так, простые стульчики. Дешевенькие. Цена нормальная, да. Но вот это всё хлипкое тоже. А так 6, 6 стульчик. 15 это хорошая цена. Но хлипковатенько всё выглядит. Ну да, какие-то небольшие штучки можно. А так что-то я не знаю. Вот такая. Ну, это как на вокзалах такой стиль. Тут столик и вот так. Но это для больших пространств. Вот такое. А у них это дома, да, большие. А так это всё нефункционально. Здесь смысл вот занимает. Ой, у меня страшная, страшная рука терминатора. Занимает только место. Вот красивая рука. Слоник, слоник. Ммм. Какой-то фиолетовый. Вот, кстати, цветопередача видео лучше, чем фото. Но некоторые цвета не передают. То есть, например, фиолетовые, сиреневые оттенки, они в более синий уходят. Ну, то есть, для видеосъёмки все синие цвета, зелёные, это они вот сложные. То есть, они не... Они по-другому смотрятся, другие цвета. Ну, становятся другие оттенки, понимают. Так, что тут? Что, латунивый какой-то поднос? Кухня. Вот они любят, да, вот такие. Вот посредине обычно зала стоит вот такой большой ещё вот стол. Помимо всяких... Помимо вот обеденного стола, обязательно ещё вот такая. Вот на такой можно эти... Готовить, да, блоги снимать. Поставить тут индукционные плиточки. Там всякие грилешницы. Так, кухонька. Две девятьсот три тысячи евро. Так, ещё надо её забрать и самому собрать. И ещё тут доставки нету. Самому ещё и привезти. А доставка дорогая. Ну, в общем, я не знаю, что тут снимать. Неинтересно что-то. Кран дешёвый. Но я не знаю, насколько он. Красивый, латунивый. Но что-то у меня вопросики к качеству. Вот я бы хотела, конечно, такой. Но я уже купила себе обычный белый. Я чёрный хотела, но... Так, что ещё, что ещё? Раковина, кран. Тоже это всё как-то очень хлипко. Не, лучше брендовые эти смесители покупать. Даже вот эти литовские всякие. Вот есть производители смесителей очень хорошего качества. Ну, короче, мне в этом больше всё нравится. А вот эта штука смешная. И простая, и недорогая. 431. 431. 431. 431. 431. Да, это интересно. Но! Вот такие вещи, они выглядят бардачно. И как бы... Ну, это совсем, да, бюджетные для маленьких студий. Для этих... Для социального жилья, да, такие варианты. Тут всякие панельки. Панельки, материалы. Техника. Ну, техника тоже. Я думаю, это не очень так. Даже вон какие-то холодильники продают. Ничего себе. Такие панельки какие-то. Индукционные. Электрические, я думаю, не индукционные. Интересно, да. Смесители, опять же. Ну, я говорю, что они... Что-то у меня доверие не вызывает. Красивые, да, цвета, оттенки. У меня доверие эти не вызывают фирмы хлюбенькие. Ладно. Ну, тут офис продаж такой, подбора всего. Так, такие полочки. О, полочки, да. Ну, ну, ну. Ну, нормальная полочка, да. Полочки интересные. Сейчас подумаю, нужны мне полочки. Ну, вот только такие какие-то вещи. Удобные, да. Там может быть и интересно хранение. Ну, ладно, пройдём до конца. До конца пройдём, посмотрим. Там ещё какие-то полочки. Это что за полочка такая? 24 евро. Нет, дорога. 24. Мне не нужна такая полочка. Ммм, там тоже. Ммм. Какие-то тут спальни, ванны, туалеты. Вся такая поцарапанная ванна. 1353. Ммм. Все как-то, не знаю, дорого. Мне всё дорого. Так, туда теперь пройдём. Ну, ладно, прогуляемся. Вот эти все кровати тоже такое. Не знаю, только место занимают и... Матрасики, матрасики. Ммм. Матрасик хороший. 100 евро такой матрасик, да? Да. Ну, ладно, буду, короче, чуть-чуть поснимаю. Смотрите. У нас что-то будет интересное. Дайду посмотрю шкафы, эти страшилища, конечно. И полки все эти, настолько устаревший дизайн. 150. Ну, вот эти вот шкафы и все комоды. Так, 9. Мне вот такая штука тоже нужна. Угу. 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 Вот такие штучки, да, мне нужны сейчас. Стеллажики 350. Железненькая, да? 350. Угу. 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 Да, Икеа это... Too much, too much. Для видеоконтента. Ух. Что у меня тут? Вот такая штучка есть. Зеркало мне тоже нужно. Угу. 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 А вот еще всякие хрупкие стеллажики. Хрупкие. Нет. Нет. Вот это тоже я смотрела. Смотрела. Угу. Да, ладно. Угу. Полочки. 79 Мы же с вами были в каком-то таком Мебельном магазине И там поинтереснее даже Все было Чем здесь Детские пошли Детская тоже Каждый шкафчик вон по 270 евро Каждая кроватка Каждая это, да Ну У французов там на самом деле Все скромно Ну в смысле Столько Всяких шкафов Этих кроваток Это все не нужно Как у них там Ну это просто товары, да, представлены 119 Балдеть Сколько всего, да, надо Покупать Вот эту кроватку, да, потом Другая кроватка Потом еще другая Какие-то принадлежности Школьные Коврики Красочки Это акриловые что ли Или какие Игрушки Вон какие-то матрасики Вот такие матрасики я бы, кстати, шила Так Ага, он раскладывается Да, он 29 евро Интересно Это значит себестоимость Должна быть где-то 10 Может меньше Я вам хочу сказать Что вот этот материал Сшито Ну где-то шьют Да Вынесенное производство В каких-то странах Страшно сшито, конечно И материал дешманский Вот такие штуки бы я шила Да, мат такой, да Да, мат Маты Но это вот и для детей Они вот любят мат постелить Где-то И вот ребеночек Там ползает Играет Ребеночек Детеныш Детеныш Обезьянченыш Что тут у нас О, мне же удлинитель нужен Да, удлинитель-то я возьму Два Мне два нужны Я тут два и возьму Вот эти, правда, тоже Я надеюсь, они нормального качества Обычно это китайское Все Нагревается Вот даже шнур нагревается Но я надеюсь, что Нормальное будет качество Я сейчас выберу Мне вот он очень нужен Кстати, не зря, да Не зря Не зря копал Не зря приехала Вот это то, что мне нужно было Сейчас необходимо А, ну все Все Ну все Мои дорогие Кому интересно Кому интересно Кому интересно Всем интересно У меня есть удлинители Сейчас я найду, где оплачивать В кафешке, наверное, не хочу в этой сидеть Но посмотрю, посмотрю Может быть Может быть Посмотрю на эти шведские Кругляшки И с этим С брусничным Соусом Если у них есть В принципе Оно мне, конечно Напоминает О моих Нордических Нордически выдержанных Интровертных Интровертностях Эстонии Ладно Всем хорошего настроения Сейчас я положу Вот это Всем хорошего настроения Будьте здоровы А то Свет Пыль, наверное, тут какая-то Всем хорошего настроения Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Бизу-бизу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!